Я хочу передать слово следующему нашему спикеру, Гульмире Елеову, президенту Центра социальных и политических исследований «Стратегия», доктора социологических наук, не менее известному и признанному в Казахстане эксперту. Гульмира, пожалуйста, у вас 10 минут для выступления. Здравствуйте, меня слышно? Да, вас отлично слышно. Я кандидат социологических наук. Спасибо за высокую оценку. Я хотела еще прокомментировать свое название выступления. Я претендовала на такое название «Равно ли доверие государству Казахстан доверию государственным органам?» Потому что вопрос веры, как написано в программе, это вопрос больше религиозный. У нас все-таки социологическая категория доверия. И на самом деле, несмотря на то, что Леонид Яковлевич хорошо и в полном объеме прокомментировал, то можем или не можем мы оценивать доверие, но все-таки доверие – это та категория, с которой социологи работают уже многие годы. И смысл моего выступления был в том, чтобы понять, насколько сопоставимы или равны объемы того доверия, которое есть у населения, государству, стране Казахстан, тому доверию, объему того доверия, которое они оказывают государственным органам разного уровня. И, конечно, если говорить, специального исследования у нас не было, если говорить на уровне анкеты, такой вопрос задать в лобовую. То есть если по государственным органам мы можем так спросить, доверяете ли вы тому или иному государственному органу, а у нас в наших анкетах мы чаще спрашиваем, заслуживает ли доверие. То есть мы используем глагол для того, чтобы как-то вот эмоциональную еще окрашенность такую показать, то если в отношении госорганов мы можем такой вопрос задать прямой, то доверие государству, стране Казахстана, конечно, спросить можно, но я думаю, что это будет не совсем качественные ответы. И когда я думала о том, каким образом показать вот эти объемы доверия двум таким большим субъектам, может быть, даже где-то несопоставимым, а где-то госорганы продолжают государство, но с другой стороны политология, государственный аппарат, государство в узком смысле, это и есть аппарат принуждения, да, эти самые госорганы. Но мы используем другие вопросы, например, у нас используются такие вопросы, как в правильном ли направлении развивается государство Казахстан, вы согласны с тем, что в государстве Казахстан проходят такие-то реформы, доверяете ли вы этим реформам? Или вот, например, у нас есть вопрос через одобрение, какова ваша реакция на действия решения властей, одобряете вы их или нет? И вот многие с самого начала конференции говорили о том, каком-то очень большом критическом падении доверия населения не госорганам, а вот государству, скажем так, в целом, да. В принципе, можно подтвердить, что довольно значимое количество людей говорят о том, что если они доверяют, то есть какими-то условиями, то есть они не доверяют в полном объеме. Только 38% говорили о том, что не одобряют то, что происходит в стране, и в меньшей степени, то есть в меньшей степени людей говорят о том, что они с неприязнью и противодействием даже 5% или игнорирование, или попытка полностью уйти как бы в себя, в свою жизнь, да, и стараться не замечать тех действий, которые государство осуществляет в их отношении. Это порядка 20%. То есть где-то четвертая часть населения пытается вообще полностью самоизолироваться или же каким-то образом вообще противостоять действиям государства и в его лице государственным органам. Но если посмотреть с точки зрения того, кто эти люди и почему они так думают, то мы видим, что если население, наши респонденты, они оценивают деятельность государства низко, то, ну то есть они не оценивают его в достаточной степени высоко, то в этом случае и они меньше склонны доверять государству. И наоборот, соответственно. То есть такая рационально-прагматическая связь. И очень видно такое, что с годами у нас растет уровень недовольства, неодобрения со стороны сельских жителей того, что происходит в стране, потому что за 30-летний период реформ, если в городах мы видим значительные изменения, мы видим улучшение качества жизни, у нас цифровое неравенство присутствует, да, то есть сельские жители, они обделены и такими услугами, которые с помощью интернета предоставляются. Так вот, сейчас уже на протяжении последних пяти лет мы видим ухудшение оценок деятельности государства, государственных органов именно со стороны, скажем так, сельских жителей. Это очень такое, знаете, большое изменение, потому что всегда полагалось, что сельские жители – это оплот государства, что они всегда будут поддерживать, ну потому что они консервативные, потому что изначально у них ниже уровень образования, но тем не менее такие значимые перемены произошли и происходят. У нас также в моей организации есть вопрос по поводу субъектов доверия, и практически он похож на тот, который показывал Асалбек Базарбаевич, в том числе и в перечне стояли практически те же самые субъекты гражданского общества. Ну что я могу отметить, и о чем говорил у меня Леонид Яковлевич, что всегда на первом месте это государственные органы, именно центральные государственные органы среди субъектов доверия, то есть если они расположены в одном перечне, а все субъекты гражданского общества, они находятся в самой нижней части рейтинга, а местные исполнительные органы власти, они где-то в середине, но их очень активно подпирают средства массовой информации, где-то 50% населения говорит о том, что они используют каналы СМИ, в данном случае уже интернет-СМИ, для того, чтобы в случае необходимости защитить свои интересы или продвинуть их в общественном мнении или воздействовать на государственные органы. Вот, и вот господин Альтаев говорил о том, что там все катастрофично, я тоже поддерживаю Леонид Яковлевича. Мы видим определенное снижение рейтинга центральных государственных органов и местных исполнительных органов власти, но сказать, что это обвалилось все, что рейтинг прям такой катастрофический, я не могу, это на самом деле пойти против истины, потому что по-прежнему, например, рейтинг президента у нас по итогам этого года, если мы говорим о рейтинге президента Тукаева, он не такой высокий, у Назарбаева всегда был на пределе, так сказать, возможного, да, 85-90 даже процентов, у Тукаева рейтинг ниже, но тем не менее он примерно достигает 70%, и этот рейтинг был у Назарбаева где-то в 2004 году, вот как я сейчас вспоминаю. Поэтому катастрофического такого падения деятельности органов власти я не вижу, доверие тоже к ним присутствует, особенно то, как власти сработали, не все, конечно, мы не берем Минздрав, например, но местные органы власти и выплаты этих 42 500, это, конечно, очень сильно повлияло на то, что население понимает, что все-таки в этих сложных обстоятельствах государственные органы их не бросят, скажем так. Среди институтов гражданского общества, конечно, мы можем сказать о том, что все они занимают очень, ну, мало места занимает в картине мира казахстанцев, и мы видим, если в таких институтах гражданского общества, как будет религиозный институт и средства массовой информации, может быть, местное самоуправление, которое у нас практически отсутствует, доверие этим институтам низкое, то понятное дело, что социальный капитал там не может никак заработать, он не может никак сформироваться, потому что люди между собой не могут, скажем, выйти на какой-то по горизонтали, на уровне отношений, и, конечно, чаще всего они апеллируют в итоге государству, принуждены это делать, и именно в государстве они в итоге и находят поддержку. Да, и партийные институты, и правящие партии можно это отнести тоже, а также не очень, не те доверительные органы, к которым население апеллирует, и к которым, можно сказать, определенным образом повышают уровень доверия. Мне больше всего сейчас, кажется, хочется прокомментировать таким образом. Все время пытаются пинать советский опыт, говорить о том, что советский период, скажем, сломал какие-то естественно сложившиеся способы формирования социального капитала. Я с этим все-таки бы поспорила, если бы была бы даже более такая живая дискуссия. Мне кажется, что надо обратить внимание уже на тот 30-летний период капиталистического рыночного развития, который мы прошли. Мне кажется, что ООН в большей степени повлиял, и ООН является сейчас, скажем, издержки вот те, которые мы видим, атомизация, это снижение контактов социальных, это возросший уровень социального недоверия, это в большей степени рыночные проблемы, это проблемы развития того периода, в котором мы сейчас проживаем. И если мы сейчас это не примем, к сведению, то если все время мы будем искать виноватых где-то в каких-то 60-70-х годах XX века, я не думаю, что мы очень далеко уйдем. Потому что нам сейчас уже нужно понимать, что политика индивидуализации человека – это большая ответственность. Не каждый может ее на себя взвалить. каждый человек все-таки хочет переложить часть ответственности своих плеч на плечи того же государства или работодателя, скажем. И если этого не происходит, он остается один на один с вами проблемой. Вот в этот момент, конечно, возникает очень кризисная ситуация. А вот это вот нельзя забывать. И на это нужно обращать внимание. И уже сейчас это должно быть, скажем, предметом нашего изучения. И завершая, хочу сказать, что эти объемы доверия государству, доверия государственным органам, как мы видим, не совпадающие. Да, и один из признаков недоверия государству Казахстан – это высокий уровень миграции. Все-таки надо на это обратить внимание. И не только среди русских и среди казахов и других этнических групп. А это очень такой важный и комплексный показатель оценки ситуации в стране, своей жизни в стране и, скажем так, миграционного настроения, представления о своем будущем, о будущем своих детей. И вот мне кажется, что если посмотреть 30-летний период, накопленные данные, что этот процесс формирования вот этих объемов доверия двум этим субъектам, он происходит достаточно, может быть, где-то параллельно друг к другу, где-то совпадают друг с другом. Может быть, один в какие-то моменты одно на другое накладывается, и вместе есть какая-то синергетика. Но сейчас я вижу, что доверие государству, оно в меньшей степени зависит от доверия государственным органам. Потому что доверие государственным органам, как я уже сказала, высокое. Фактически признаки того, что есть недоверие стране, оно присутствует. И это вот как раз то, на что надо обратить внимание. Спасибо. Мира, большое спасибо за интересный доклад. И вообще вот и выступление Елена Тяковлевича, и выступление Гульмиры обнадеживает, что все-таки проблема с доверием в Казахстане не такая критичная. Гульмира, я знаю, что вы спешите, и здесь один вопрос для вас специально. Насколько оптимистичны по налаживанию гармоничного взаимного доверия власти и народа в перспективе следующих 10 лет? Ситуация улучшится или ухудшится, на ваш взгляд? Как вы думаете? Это, знаете, на диссертацию, на докторскую, видимо, вопрос. Знаете, надо все-таки вначале, вот много говорили сейчас об индексах, нужно найти показатели, перемены, через которые мы могли бы замерить, вот эту корреляцию вывести, что от чего зависит. Но я могу сказать так, что вот один ответ на всю страну я не могу найти. Потому что уже почти, вот я сейчас нахожусь в северо-казахстанской области, а Салбеку Базарбаевичу привет, как раз была в Айртау, сейчас переехала в другой район, интернета нет вообще. Вот сейчас я попросила с Вакимати, чтобы хотя бы какая-то была налажена сеть. Можете себе представить такое, да? И вот когда люди, которые живут здесь, которые проживают в тех местах, где они не могут нормальный доступ к современным услугам получить, я думаю, что они, наверное, у них, если есть уровень оптимизма, то он на другой какой-то основе формируется. Вот сейчас мы это изучаем, и мы видим, как вот люди, которые от земли, да, сельские жители, они рассуждают совершенно по-другому, чем это делают городские жители. Поэтому, вот очень путанно ответила, такого прямого ответа, тем более на десятилетие вперед дать вам не могу. Если мы сделаем диверсификацию экономики, если мы обратим внимание на сельское хозяйство, если мы сделаем выравнивание определенное, вот этих диспропорций, наверное, какой-то позитивный результат будет. Спасибо.